Иллюзия власти с Сергеем Судаковым. И неспроста. Дело в том, что в этом году Соединенные Штаты Америки впервые, наверное, чувствовали себя не настолько комфортно в управлении другими государствами. Раньше проходило все как-то более гладко. Это касалось союзников по НАТО, это касалось и британцев, это касалось практически всех тех, кого принято называть сателлиты. Но в 2023 году многие страны, хотя их истеблишмент был настроен абсолютно позитивно к Америке, позволили себе некое чудо, когда массы народные начали говорить несогласным голосом с теми элитами, которые привыкли подбивать Соединенные Штаты Америки. У меня сложилось ощущение, что с дирижером что-то не так. Ведь такого не было, чтобы хотя бы кто-то мог в оркестре возражать дирижеру. Получается так, у кого смычок, тот и прав. И вот получилось так, что одно из таких ярких зарисовок это был Израиль. Конечно, конец года он знаменовался тем, что развязалась кровавая война на Ближнем Востоке. И мы видим, что Соединенные Штаты Америки не могут проводить прежнюю политику по отношению к Израилю. Мы с вами стали свидетелем того, что Соединенные Штаты Америки очень долго создавали сильнейший военный кулак в виде Израиля. На сегодняшний день для всех стало очевидно, что Израиль перешел некие моральные человеческие границы в борьбе с Хамасом и пошел дальше. И вот здесь возникает гуманитарный или такой вот очень, скажем так, политокорректно весомый вопрос. Как поступать дальше? Продолжать безоговорочно поддерживать Израиль деньгами и политически или каким-то образом начинать журить Израиль? Соединенные Штаты Америки выбрали политику, когда нужно журить Израиль и говорить, «Слушайте, давайте действуйте аккуратнее, давайте как-то спесь поумерьте, но результат очень простой». Соединенные Штаты Америки декларируют, что Израиль должен остановиться, Израиль напротив. На это отвечает «Мы расширим зону проведения специальной операции». Ну, это как раз странно, потому что это та страна, которая от Соединенных Штатов по-прежнему зависит, та страна, которая находится в окружении, ну, не буду говорить врагов, но, тем не менее, очень сложном окружении. И вряд ли без поддержки Соединенных Штатов, несмотря на всю накопленную мощь, она сможет просуществовать еще долго. Особенно с учетом того, что она делает сейчас. И здесь очень странно, что она не прислушивается к Штатам. Не прислушивается, напротив, действует по-своему. На сегодняшний день мы видим, что призывы к какой-то гуманитарной паузе, к тому, что нужно остановиться. А количество жертв перевалилось за 22 тысячи уже. Это же очень много. Это действительно, это огромнейшее количество жертв. Но вот знаете, что удивительно? Удивительно то, как стала действовать ООН. Единственная страна Соединенных Штатов Америки, которая блокирует любые инициативы, связанные с миром, который мог бы установиться на Ближнем Востоке. Заметьте, другие страны не блокируют и не используют право вето, а Соединенные Штаты Америки регулярно используют право вето. Почему? Для Соединенных Штатов Америки война это то, что приносит им очень хорошие дивиденды. Даже если воюют не они. Но в какой-то момент... В первую очередь, если воюют не они. Да, потому как... Помните, когда Соединенные Штаты Америки, их жители начали понимать, что такое вообще война. А это впервые произошло благодаря телевидению. И случилась очень простая история. Дело в том, что во время Вьетнамской войны было принято записывать определенное количество посланий родственникам от тех солдат, которые воевали во Вьетнаме. И вот сидят достаточно молодые ребята, они говорят, мама, жена, моя дочь. Они отправляют им послания. И говорят, мы здесь, мы все хорошо. И это показывают по телевидению. Но одно но. Оказалось, что они месяц как были мертвы. Их похоронки уже приходили. И вот тогда началась нестыковка двух картинок. Первая картинка, что Америка, как всегда, где-то воюет. Нас это не касается, это не наши проблемы. И тут американцы стали получать похоронки. И многие поколения американцев помнят это, как сейчас, что это была первая война, в которой американцы не выигрывали. Дальше будет еще и Ирак, дальше будет и Афганистан, дальше будут операции в Сирии. Но мы с вами становимся свидетелями того, что массовой гибели американских солдат и военнослужащих не было. Но в любом случае американцы должны понимать, что для них война это всегда война чужими руками. Но в какой-то момент чужие руки могут заканчиваться, чужие руки могут ослабеть. И ведь ключевой момент, который сейчас очень сильно заботит американцев, кто же может вступиться за Палестину. И главное, не дай бог, чтобы это был Иран. И мы с вами стали свидетелем того, что Соединенные Штаты Америки начали создавать военную коалицию против хуситов. Против йеменских хуситов, которые регулярно мешают жить саудовцам, где идут спорадические конфликты, обстрелы. Мы помним, как хуситы запускали ракеты СКАД по нефтеперегонным заводам Сауди Арамка. Но в то же самое время мы понимаем с вами, а кто вошел в эту коалицию, почему эта коалиция существует. Вот. Страны были очень понятны. Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Бахрейн. И туда же присоединились еще Сейшельские острова. Вроде бы логичная коалиция. Должны были набрать огромное количество судов, мощи и так далее. Но что-то пошло не так. На бумаге все подписали и сказали, да-да, мы готовы идти с вами повоевать с хуситами. Потом британцы посидели, подумали, слушайте, говорят, ну у нас один вот корабль есть, может лодка есть. Кто-то предложил военный катер передать. И тут американцы поняли, что вот за этот 2023 год желающих повоевать за американцев почему-то поуменьшилось. На бумаге да, а вот на деле перебросить туда 5-10 тысяч бойцов никто не хочет. И это тренд. Потому что если бы все было как и прежде, то Соединенные Штаты Америки могли бы влиять на другие союзы по-другому. А здесь ситуация изменилась. И вот Соединенные Штаты Америки начинают играть в новую стратегию, которую я бы назвал 2024. Это стратегия, которую я бы назвал приватизация НАТО. Я объясню почему. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки не только являются основным спонсором НАТО, они вкладывают огромнейшие деньги. Под миллиард 1 триллион примерно 400 миллиардов стоит НАТО. А 1 триллион 360-400, вот эти вот 40 миллиардов, они плюс-минус играют. Огромнейшие деньги. Но вот эти деньги на сегодняшний день практически на 60-68% полностью закрывают Соединенные Штаты Америки. Правильно, да. Но что они хотят сделать? Они хотят сделать, чтобы внутри НАТО появилось огромное количество мобильных бригад, которые будут созданы из национальных армий. Суть очень простая. Вам не нужны национальные армии? Отдавайте их нам под наше командование, и мы будем распоряжаться, куда мы их перебросим. На Украину, в Сирию, поможем Израилю. То есть, по большому счету, НАТО превращается в наступательный блок. Нам про это никто не говорит. Но если мы посмотрим американскую стратегию, а стратегия очень проста. Американские солдаты не должны воевать. Американские солдаты должны находиться на базах. Американские солдаты должны штыками в спину кого-то гнать. И посмотрите, как ярко это сейчас видно. Соединенные Штаты Америки отправляют двузвездного генерала на Украину, чтобы он занимался мониторингом той ситуации, которая происходит на полях сражения. Мне возникает вопрос. Это означает ли, что Соединенные Штаты Америки напрямую теперь будут руководить военными операциями? Или это будет просто мониторинг? Вот это вопрос. И насколько это мониторинг? Или они решают, что с Украиной делать, потому что они пока не знают. Потому что они с Украиной зашли в тупик. Потому что, наверное, то, что происходит на Украине, как раз и заставляет другие государства немножечко поворачиваться. Может быть, пока не отворачиваться, но поворачиваться в сторону от США. Вот вы правы. Смотрите, вот создалась коалиция. Крупные же страны вышли. Конечно, крупные. Экономики крупные. Ребята, а вы правда не могли прислать по 2-3 корабля и хотя бы по 300 человек? Нет, могли. Но мы же сами видим, как они поступают. Вы с вами полностью вас поддерживаем. Однозначно на стороне Соединенных Штатов Америки. Ну, давайте кошелек открывайте. Слушайте, дома забыл. Вот эта концепция, что мы с вами, но платить не хотим, меняется. Какой фонд финансирует военные операции на Украине? Вот если вдуматься, ну, правда, это сюр какой-то. Помните, как называется этот фонд, который финансирует все военные операции? Куда европейцы скидывают деньги? Фонд мира. Фонд мира, который закупает оружие, который закупает наемников и передает все это на Украину. Вот мне кажется, какой-то симуляк у нас получается. То есть национальные правительства не напрямую дают деньги Украине, а через фонд мира. Наверное, так бывает. И я в последнее время смотрю на все эти вещи и понимаю, что вот мир – это, наверное, война. Война – это мир. Ну, как-то вот все изменилось. Дальше. Мы смотрим на… Я прошу прощения, я перебью, просто очень напоминают сербскую партию против насилия. Сербия против насилия. Прямо вот один в один. Ну, это же симуляк. Ну, это же сюр, правда. Сербская партия против насилия. И пошли громить. И вперед. Кто погром организовал? Сербская партия против насилия. А кто фаеры жжет? А кто костры разжег? Кто витрины стал разбивать? Кто машины поджег? Партия против насилия. 2023 год, он нам принес очень много сюрпризов. И прежде всего, эти сюрпризы казались экономике. Дело в том, что прогнозы на то, что полная изоляция России оправдалась, ее только ленивый не давал в начале 2023 года. Но потом, потом что-то изменилось. В марте, апреле месяце практически все крупнейшие финансовые структуры стали говорить, слушайте, есть ощущение, что Россия выживает. И что революция в России пока откладывается. Ведь вся история 2023 года на начало была очень простая. Любыми средствами сделать так, чтобы народ высыпал на улицу, народу нечего было кушать, и все пошли бы сносить, громить и так далее. Очередная цветная революция. И ужас для западного мира. Вот эта классическая бензоколонка, этот термин, который ввел покойный Джон Маккейн, он прям любовался этим, ему так приятно было говорить про эту бензоколонку. Но почему-то все забыли про то, что сейчас Соединенные Штаты Америки до 60% своего дохода получают за счет продажи нефти и газа. Нет, это не промышленность. А я напомню, еще до 2022 года было 5 основных товаров, которыми торговали Америка, и очень-очень успешно. Они были виртуальные товары, я вам сейчас их назову. Первый из них – это продажа демократии. Если ты не хочешь покупать демократию, это франшиза. Это как там, не знаю, Макдональдс купить франшизу. Мы все построим под ключ, деньги плати нам, и мы будем регулировать и править твоей страной. Просто покупай у нас демократию. Второй, очень важный источник – это экономические гарантии. Мы тебе выбиваем деньги, мы твоя крыша, все хорошо. Третий вид – это военные гарантии. Наши военные базы приезжают к тебе, ты их оплачиваешь, мы являемся твоими хозяевами. Четвертый, тоже очень важный – это как раз уже выступают политические гарантии. Мы все понимаем, что надо тебе развивать правильные идеологии. Это идеологическая составляющая. А вот пятое – это сфера высоких технологий. Это же называется «холисофистикейтед», высокотехнологичная. И только потом уже идет машиностроение и все остальное. А сейчас, получается, демократия не продается. Факт. Политические гарантии не приносят тех денег. Вдумайтесь, раньше вот эти все виды товаров приносили до 60% бюджета Соединенных Штатов Америки. А что произошло? То есть, сейчас получается, что Соединенные Штаты Америки постепенно становятся чем-то за колонкой. Нет, нет, я ничего не намекаю. Была система, когда это были вложения, которые приносили доход, а теперь вложения остались, а доходы сокращаются. Нет. Правильно. Ведь в нынешних условиях, посмотрите на демократию на Украине, когда я порой слышу слова, исходящие от величайших евробюрократов, особенно от Урсулы Пундерляйен, когда она говорит, что блестящая позиция Украины, которая проявила себя как истинная демократия, которая победила коррупцию, которая провела необходимые реформы. Это страна, которая является жемчужиной, возможно, в будущем Европейском Союзе. Черной жемчужиной видно. Но это не точно. И вот я когда слушаю это, я думаю, слушайте, ну вот кто эти люди? Почему они это говорят и даже не краснеют? Но им все равно. Мы вспомним слова Жузеппа Борреля, который произнес, уже ставившую очень сакраментальной фразой, что западный мир – это сад. Не западный мир – джунгли. И если у нас есть садовник, который может этот садик подстригать, то кто является королем в ваших джунглях? И вот здесь возник вопрос, а что лучше, в джунглях быть или в приличном саду? И он очень четко сказал, говорит, мы являемся садом, но наш садовник за океаном. То есть, по большому счету, когда глава евродипломатии очень просто на пальцах показывает истину, что мы не имеем суверенитета, а нами правят, как хотят, тут же говорит прежде всего о том, что, наверное, уже и дальше не надо ничего говорить. Но при этом что-то происходит с Великобританией. Посмотрите, как Великобритания стала осторожно себя вести по отношению к Европейскому Союзу, к Соединенным Штатам Америки и по отношению войны на Украине. Ее вообще в последнее время не слышно. Если раньше каждый день какие-то связанные с Британией новости приходили, то сейчас нет. Александр, вот вы каждый день смотрите новости, ежедневно просматриваете, вычитываете. Вот вы же видите, я вот к этому и говорю, что я так же смотрю эти новости. Слушайте, а что произошло с Британией? А Британия передала, Британия заявила, Британия сказала. Британия... И раз такое ощущение, что какое-то прям вот одна-двое заметки за неделю про Украину, несколько заметок, и многие даже британские издания начинают вкладки «Война на Украине» со своих сайтов почему-то убирать и просто вниз их помещать. С первой страницы имеется в виду убирают. У меня есть ощущение, что Великобритания решила вести какую-то свою собственную игру. И мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день консерваторы вряд ли смогут быть избраны в том объеме, в котором они избраны сейчас. Они не смогут получить этого большинства. Придут другие люди. Эти другие люди будут проводить прежде всего финансовый аудит того, как деньги были потрачены и какие результаты были получены. И вот в этих условиях очень важно понимать, что сейчас для Британии, для Соединенных Штатов Америки меняются очень важные, меняются критерии победы. Практически весь 23-й год, помните, какое слово было на самое цитируемое на всех заголовках всех таблоидов? Контрнаступление. Только ленивый не писал украинское контрнаступление, которое привезет нам определенные результаты. Получается, теперь новая тема. Контрнаступление 2.0. Уже 2.0 как-то не пойдет. Но вы же прекрасно понимаете, что когда хороший фильм ты смотришь, и у тебя есть желание посмотреть, наверное... Нет, я просто, если фильм провалился, то на вторую серию никто не пойдет. Вот, блестяще. Понимаете, в чем дело? А нам сейчас говорят о том, что, слушайте, ну первая серия неудачна, может хорошая будет вторая, не придут. Мы же понимаем, что вот если у тебя блестящий фильм, ну возможно вторую серию придут. Не придут. Вот не придут. И попытка сейчас создать некий мощный финансовый запас под вторую серию... Нет, это сложно. Мне не нравится концепция Британии, которую они предлагают. А давайте деньги будем вкладывать в террор. А что? Они же все вне закона. Мы их будем признавать, что они действуют по правовым рамкам. А тем не менее, мы просто меньшими деньгами будем создавать больше проблем. Не будут. Ну, я почему говорю, меняются критерии победы. Если раньше критерии победы, они себе ставили практически парад провести на Красной площади, пойти маршем по Крымскому мосту, то сейчас уже другие критерии победы. И я полагаю, что в 2024 году будет очень сильная девальвация очень многих государств и критериев. И это важно. Ну и деньги, наверное, вкладывать в таких количествах уже не захотят, потому что нет результата. И понятно, что его не будет. Мы продолжим после выпуска новостей. Иллюзия власти. Иллюзия власти.